Пахочка, ну давай рассказывай, все спрашивают, как ты этот пеломуш готовишь свой, любимый, грузинский. Один из самых древних грузинских рецептов, делается из виноградного сока, натурального сока Изабел. Он очень приторный, я чуть воду добавлю. А где его покупать, вот этот виноградный сок? Ну я его в Бонни покупаю, вот так в принципе во многих лавках продается. Разогреваешь чуть-чуть этот сок. Да, и кукурузную муку потихоньку туда, чтобы комками не было. Пока она не очень горячая, легче так и растворяется. Кукурузную муку может через сито надо или так можно? Да, да, да. Сколько-то, на глаз все? На глаз, да, в кашу, короче, я все делаю на глазу, она превратилась в кашу. Добавляют кукурузной муки, вот ребят, есть кукурузная крупа, а есть мука. Пока он не горячий, он, видишь, он легко расходится в этом, а когда горячий засыпает, прям комки его трудно вводить. Значит, надо в холодную. Чтобы легче в холодную. Это я, кстати, даже не спрашивал, не говорю, я сам просто. Рецепт от вахтанга. Ты ламус могу сейчас есть. А это что? Он не знает уже, сколько в Грузии живешь, ни разу не ел, что ли? Это десерт грузинский. Чурчхелу, что делать, знаешь? Ну, такая каша туда опускает, видите, кило. Орех нанизывал. А это просто бузыря. Как чурчхела такая, если пудинг. Сахар туда, да, надоедший? Сахар добавил я уже. А, уже добавил, да? Все на вкус. Кто какой сладость, какой любит. Сам сок Одесса, вот из чего я делаю. Он и так сладкий. Он очень сладкий, да, ароматный и сладкий, для чего я люблю из Одессы делать. Все, он закипит и нужно в холод разлить по вот этим тарелочкам, да? Да, и в холод. На балкон поставишь? Сверху потом посыпать орешками и под хорошее кино.